Если, согласно мифологии, Вселенная держится на трёх китах, то его семья вот уже много лет держится на трёх ракитах. Меняются только поколения. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Дмитрий Романович Ракита. Дмитрий Романович Ракита выработали уже интуитивный метод постановки диагноза. Уже настолько ты готов, что только человек вошёл в дверь, и вот как он идёт, его внешний вид, всё это сразу в голове складывается, и ты понимаешь, с чем к тебе человек пришёл. Раньше как? Молоточком постучали, трубочкой послушали, вот, да, иголочкой покололи, и, значит, диагноз поставили, и всё. Вот, к счастью, многие отечественные врачи умеют это до сих пор. Врачевание в этой семье дело фамильное. Он никогда и не чувствовал себя никем, кроме доктора. Шутка ли, Дмитрий Ракита – потомственный врач по линии отца в шестом поколении и по линии матери в третьем? Был сначала дед, отец и я. Потом дед умер, родился Дима, Дим Димыч. Опять стало три ракиты. Дед, я и Дима. Теперь я переместился вот сюда. Да. Слава богу, он не имеет ничего общего с людьми, которые, добравшись до кресла главного врача, теряют интерес к настоящей работе. Именно под его руководством внедрены новые технологии в ОКБ. Созданы ингалятории, кабинеты лазеротерапии, начато исследование эффективности новых лекарственных препаратов и так далее. Сам он на этот счёт отвечает с юмором. Нам денег не надо, работу давай. Вот это примерно то же самое. Так что в этих стенах давно привыкли к тому, что он надевает свой белый халат и лично идёт осматривать пациентов. Не ради показухи, а исключительно для удовольствия. Никогда врач не должен свои услуги навязывать. Но когда долго у меня не бывает пациента, то я буквально… Да, да. Я очень быстро его нахожу. Вот. Поэтому это такая особенность. Именно он стал инициатором внедрения в Рязанской области астмодней, дней ХОБЛ и школ для пациентов с различными хроническими заболеваниями. Принимал активное участие в программе «Династия» по созданию лазерной аппаратуры для медицины. Но в отличие от многих своих коллег, Дмитрий Ракита хранит свои дипломы и ордена, а их, поверьте, немало в домашнем шкафу. Какая разница, что у тебя на стенке висит, каждый может тебя оценить по результатам. Ему и самому трудно посчитать, в каком именно поколении мужчины в его семье посвятили свою жизнь врачеванию. Дед вращался в таких высоких аристократических кругах, что в 1937 году даже попал под статью. Тогда он работал в одной из астраханских больниц и в течение года находился под следствием. Спасла только нестабильная обстановка и необходимость врачей в армии. А реально он рассказывал так, что был востребованный доктор, вот, к нему многие, так сказать, обращались. Жили они достаточно зажиточно, вот. Ну, тогда это была редкость. Естественно, что люди завидовали. Дед Дмитрий Ракита занимался медицинским обеспечением Северного флота. Был, как тогда говорили, на больших должностях. Мне врезалось, что с ними разговоры шли о газификации, значит, улицы, он там, значит, вот в первых... Да, ну, он такой командир всегда, да, в первых рядах. Немногие знают, что именно с подачи деда Дмитрия Ракита одной из первых газифицировали улицу Песочную, на которой они как раз жили. Надо сказать, что все, кому довелось носить эту звучную фамилию, так или иначе становились в чем-то первыми. Мария Дмитриевна, это мама нашего героя, стала известным в городе врачом-акушером-гинекологом. Роман Давыдович работал главврачом Рязанской ЦРБ. Он запойно работал. Тогда они открывали фельдшерско-акушерские пункты везде, практически в каждом населенном пункте. Тогда они открывали несколько участковых больниц. В частности, там, вот я помню, Рекинскую, Подвязевскую, Мушковатовскую. Я с ним ездил по району. И вот тут я уже смотрел, чем он занимается, как его встречают люди, как он начинает свой день. Вот я сейчас свой день начинаю точно так же, как он. Он всегда приходил, шел в гараж и в котельную. Значит, проверять, все ли машины исправны у него и все ли нормально в котельной. Это вот первый автомобиль центральной районной больницы Рязанского района. Вот. Я даже помню, что водителя зовут Коля Лукутин. Вот. И он потом уехал в Москву по протекции моего отца. И там работал в Министерстве здравоохранения. Там замминистра возил. В его семье бесчисленное количество серьезных и забавных историй. А учитывая, что наш герой каждую рассказывает как отдельный анекдот, слушать их можно бесконечно. Вот такой была его мама. Первая красавица, о которой вздыхала целая армия поклонников. Так что невысокому и скромному папе и тут пришлось применять все свои способности. Как он говорит, я, как клещ в нее вцепился и всех отбил. Как раз мама уже закончила институт. Ее распределили гинекологом, акушер-гинекологом в Петровиче. Тогда в Петровиче, к Спасскому району, была участковая больница. А папа еще доучивался год. И потом он к ней приехал, он был главным врачом год. Вот. А она потом уже оттуда ушла в декрет. И потом появился я. Вот. И вот такой вот, вот такой вот забавный был я. Со своим зайцем. Удивительно, но любовь к отдельным игрушкам, оказывается, тоже передается по наследству через поколение. А иначе откуда бы взялось у внучки штук 12 абсолютно одинаковых собак по кличке Чапа. Очередной плюшевый зверь настолько верно служил, что проще было найти нового, чем вернуть товарный вид прежнему. Вот. Она у нее спрятана. Вот. Да, да, да. Ей 11-й год, но она, тем не менее, существует. Я говорю, это наследственное. От дедушки перешло. У меня двое внуков. Вот. Старший уже совершенно осознанно ему 14-й год. Мне заявил, что он пойдет по врачебной стезе. Правда, пока он специальность не выбрал, но это сложно. Это надо присматриваться еще рано, конечно. Дмитрий Ракита прошел в ОКБ почти все терапевтические отделения различного профиля, прежде чем стал доцентом и курировал пульмонологическое отделение. Под его руководством защищены 15 кандидатских диссертаций. Так что в большой и дружной семье Ракит, несмотря на заслуги ее отдельных членов, пока он по праву старшего носит титул самого мудрого. Все признают авторитет дедушки Димы. Потому что он у нас доктор наук, он профессор, и у него академические мышления. Думал ли кто-нибудь из советских женщин, что трехлетний мальчик, сопровождавший маму на обходе, однажды станет самым известным врачом в Рязанской области? Мы своего сына, в общем, таскали за собой везде. И он своих детей, в общем-то, они везде вместе. И я считаю, это хорошо. Именно это создает семью. Конечно, он гордится тем, что сын продолжателях врачебного рода сегодня во многих областях медицины подкован даже лучше, чем он сам. Дмитрий Дмитриевич работает в ведущем центре Праги, преподает в старейшем университете Центральной Европы. Там не так много специалистов такого уровня, но, естественно, они не так охотно передают свое знание, чем родной отец. Это совершенно понятно. Недавно сын прислал фотографию пособия, которое написал в соавторстве с чешскими коллегами. Ну, такой же ироничный юморист, как и я. Вот даже, может быть, и больше он написал мне такую фразу. Так кошка приносит мышь, чтобы показать своему хозяину, сколь она велика охотница. Юмор – это терапия, без которой порой не обойтись ни дома, ни на работе. Коллеги в белых халатах, например, запросто могли купить на рынке курицу и через весь город провести ее на поводке. Я стараюсь как элементы врачевания, то есть поднять им настроение. Анекдоты? Да, да, анекдоты, потом рассказы какие-то забавные. Так совпало, что наша встреча с Дмитрием Романовичем проходила в день рождения его сына. Стоит ли удивляться, что папа и без того безмерно гордый за талантливое чадо, то и дело вспоминал о новом поколении ракит. Конечно, ему хотелось, чтобы сын освоил именно его специальность. Но, с другой стороны, теперь у них гораздо больше тем для отеческих и профессиональных споров. Вот династийные врачи, им легче. Им легче намного, и они проще входят затем в коллективы врачебные. Тем, кто первый в своем роду выбрал медицину, им намного сложнее. И пробиться, и все. Это объективно совершенно. Но о том, какую роль в работе врача играет экономика, а также какое отношение наш герой имеет к комиссии по разбору персональных дел и Нику Данувер, смотрите уже в следующей программе премьера 2 октября. Редактор субтитров А.Семкин